Давайте, пожалуйста. Вот мы православные христиане, верующие по Библии. Надо нам ходить на выборы? Я не хожу. Причина та, что давно там... Там всё выбрано уже давно. Какой бы ты ни был. Вот даже свободная Америка. Ну, там начинает... Какая партия демократическая? Какая там синяя загорается огоньки? Красная. А там где-то заседают, верхушка, масоны. Ну, избирает какого-то. Рейган стоит, голову опустил. К нему старший подошёл, а ещё не кончились выборы. И говорит, Рейган, ему говорит, следующий ты будешь. Следующий. Через четыре года. Ещё ни один не голосовал. Там всё уже разложено, миленький. А зачем ходить? Кого выбирать? Он что-то не делает? А вы его выбрали? А зачем депутат? Чтоб проголосовали за любое решение, которое в верхах принимают. А теперь принял не правитель, не президент, а депутаты. А в депутатах-то ты его избирал? Да зачем же такое ермо будут убрать? Да зачем он нужен неверующий-то? Табакуры, блудники, взяточники. Ты спроси, сколько они получают? Учитель сколько получает? А министр 3,5 миллиона в месяц пишут сегодня. Даже думаю, ошибка какая-то. Нет, говорит, не ошибка. Вот и всё. Даже недоверие. Пошёл Лужков на пенсию. Столько, 250 с чем-то тысяч. У меня 35 лет стажу. Рабочего. В трудных обстановках. С отбойным молотком и всё. Едва-едва на 12 тысяч наскребли. И не давали нигде работать. А я прораб. Я на море. Я мог быть капитаном. Меня везде отрезали. И я их выбирать должен. Да зачем же? Так это свободно. Могу пойти по ней. Нет. Раньше в деревню хоть пиво привозили, да, рыбу. Что можно было закусить. А сегодня этого нет. Ходите, если вам нравится. Я не хожу. Понятно. Просто не ходить. Я поняла. Спасибо. Не хожу. Там некого выбирать. Они выбраны давно. Вот во Франции, которые там не почтили их масонство. Три. А их сразу вышибли. Говорят, больше набираешь голосов. Там сделают как надо. Всё. У нас тут избирательная комиссия. Он бывший, как первый секретарь, или как назвать, центрального района в Барнауле. А там сделали, что там сделали, я не знаю. Но на него обиделись избирательная компания. Ну и газ-то выходит из комнаты-то. Ему фуфайку кто-то накинул там палкой. Всё. К утру в семье пять человек, все умерли. Там борьба идёт. Ему в депутаты надо. Когда стали проверять где-то 30% бывших уголовников. Да зачем он мне нужен-то? Я без него знаю, где дорога. Депутат. Что он решает? Мои вопросы будут? И вот они надо. 71 тысяча сёл, деревья не исчезли. 87 тысяч предприятий загнулись. Это что? Нормально? 120 миллионов по борту женщин за перестройку. Нормально? Нас 150 не набирается миллионов. А Менделеев Дмитрий Иванович говорил, к 2000 году русских должно быть 650 миллионов. Полмиллиарда нигде нету. Полмиллиарда. А в России, в которой они выбирали депутатов, 3-5 миллионов каждый год добавок был. Чистого населения. Не считая мертвецов. Нехороший царь был. Вот хорошие пришли. А мы должны молиться. Нам указ дан. Мы молимся за правителей. Поминаем за всех. Никогда не хожу. Один раз в армии заставили. А я только сделал надпись. Выбирать некого. Депутат был один. А сегодня там их налепится. Не хожу я, миленькая. Никогда, Элиношка. Так, все. Вопросов нет больше? Ну, кто это? Меня слышно? Она есть. Ну, давай. Она есть. Говори. Игнат Тихонович, в 118-м псалме, 12-й стих, говорится, Господи, научи меня уставам Твоим. А в песнопении говорится, Господи, научи меня оправданием Твоим. Что означает оправданием Твоим? Это оправдание. Чем мы оправдываемся? Оправданием. Перед Богом это чистота жизни, святость, добродетель. Кого навестили, посетили, накормили, напоили. Это вот на суде Божьем будет. 25-я глава Евангелия Плотпея говорит. Вот оправданием Твоим научи меня. Я не оправдываюсь. Я грешный, многогрешный, супергрешный. Надеюсь на милость Твою. В утренней молитве говорим. По благодати спасает, не по делам. Ну, а здесь уставы. Уставы как раз подводят к тому, что я должен делать. Они меня научают. Так что сначала уставы. Вот сейчас мы издаем четырех томных. Первый, это как красный российский как бы флаг. Второй, синий небо. И там такая. То есть, а тут три, а надо четыре у нас книги. Зеленая. То есть, от того, что я верю, что небо, для Бога живу. Значит, и дела должны быть зеленые. Все должно быть расти. Вышел сеять и сеять. Ну, а третье. Белый престол. 20-я глава. Там, 11-й стих. Откровение. Вот и все. Благодарю. Аллилуйя. Так. Вопросы есть еще? Отошел.